Здравствуйте, дорогие друзья и гости моего канала. Я вновь приглашаю вас в свой сад, чтобы показать и рассказать об Эустобе. Ирландская красавица. Смотрите, какая у нее закруточка, как у Розочки действительно. Мне много вопросов приходит о том, трудно ли ее выращивать, как она растет, что она к себе там требует, ухода какого. И я поэтому решила сразу ответить на все вопросы. Эустома, когда высаженная и уже выросла до посадки в грунт, в принципе, никакого ухода особого не требует. Такой же полив, вот розы поливаю и их поливаю, розы подкармливаю и их подкармливаю, то есть никакого особого ухода они не требуют. Красоты, конечно, они необыкновенной. Все, кто приходит в мой сад, все, конечно, любуются и все хотят вырастить эту Эустому. Записывают название и будут искать семена. Но красавица, конечно, отменная, но вырастить ее не всегда и у всех получается. Поэтому, вкратце, я хочу вам рассказать, что это за цветочек, хватит ли у вас терпения ее вырастить. У меня есть подробное видео, как я ее сажала, как я ее выращивала. Сажала я ее 25 декабря, но надо, конечно, чуть пораньше. В этом году я ее посажу в начале декабря, чтобы она все-таки успела отсвести полностью, потому что бутонов еще очень много остается. Эустома, конечно, капризулька. Растет она медленно, 6-7 месяцев. Конечно, всем хочется посадить ее в своем саду, но не так-то легко ее вырастить. Я хочу вам рассказать сейчас о том, что уже в продаже появляются семена. И как трудно вот выбрать семена, потому что, ну, во-первых, у русовых в Подмосковье только ранее я выбираю семена. И очень хочу обратить внимание на то, что ищите, чтобы написано было на пачечке профессиональной коллекции. Вот эта розовая у меня профессиональная коллекция, то есть профессиональные семена. Они, вот видите, все взошли. Их было вот 10 в конвертике семян, и они все вошли. Сейчас я купила белую эустому, и в ней только 5 семян. То есть, видите, как в два раза уже меньше. Цена, в принципе, такая же. Вот профессиональная коллекция, конечно, взошли все до одного. Еще у меня были синие махровые из 10. Взошли только 3. И до сих пор они все не могут никак расцвести. Сажала я в торфяные таблеточки. Не в торфяные таблеточки просто. Они тяжелее росли почему-то. Они не любят кислую среду, поэтому зола нужна. Все подробности, конечно, я описываю, когда сажала, пикировала. Все это я описываю. А поближе к декабрю я сниму еще один фильм, где расскажу полностью от А до Я. Как вырастить эустому. Растет очень медленно. Вот сейчас вам показываю, видите, рассада. Это которой 3 месяца. Вы представляете? Вот 3 месяца она так медленно-медленно растет. Вот я ее распикировала. А на улице, видите, снег лежит, зима. Вот такая красавица растет у меня в саду. Конечно, красавица. Слов нет. Когда смотришь, просто вот чудо природы. Посмотрите, какая у нее закруточка лепесточков, когда она только распускается. Просто, конечно, розочка. Недаром ее и называют ирландской розой. Но красивая. И, может быть, ради такой красоты и стоит попробовать вырастить ее на своем участке. Сейчас самое главное выбрать правильно семена. Смотрите на годность семян. Вот у нас продается много сейчас семян эустомы. Но вот срок годности я взяла эустому до 23 года. В прошлом году семена вызрели. А есть еще и позже. Поэтому, конечно, подбирайте семена. Читайте. Потому что очень у нее плохая схожесть эустомы. У семян эустомы. И поэтому все нужно тщательно просмотреть сроки годности. Поэтому желаю вам успехов в приобретении хороших семян. А поближе к декабрю я вам все подробнее расскажу. Всего доброго, мои дорогие. Пишите, ставьте лайки, подписывайтесь с колокольчиком. Я всегда рада вам. Пока, пока, пока.